Сказочный домик в Костромской деревне Мнение, культура 14 ноября 14.23 Сказочный домик в Костромской деревне Сергей Шергунов о судьбе Музея народного художника Ефима Честникова Сергей Шергунов Комментарии в просмотров 420 На фото, картина художника Ефима Васильевича Честникова Фото, предоставлено автором Есть в деревне Шаблова Калагриевского района Костромской области Дом Музея удивительного русского художника Писателя и скульптора Ефима Васильевича Честникова Он родился в этой деревне в 1874 году Здесь же провел почти всю жизнь Хотя успел поучиться у Репина Здесь же и умер в 1961 году Писал портреты земляков и цветастые райские сюжеты Организовал для крестьянских детей театр и детский сад По своим сказкам ставил спектакли Честников отказывался продавать картины А просто дарил их людям или хранил в доме Где они хранятся до сих пор и доступны посетителям музея Сегодня дом Честникова главная достопримечательность Калагриевского района Недавно местные жители обеспокоились планами закрыть музей И прислали мне тревожное письмо Не секрет, что повсеместная оптимизация ставит под угрозу существование сотен А то и тысяч населенных пунктов нашей страны Дошла оптимизация и до исконных русских территорий нашей Костромской области И касается она Народного музея самобытного художника Ефима Васильевича Честникова В обращении говорилось, что из музея изымаются картины и другие экспонаты И перевозятся в другие места, а дом теперь утратит статус музея С официальным запросом о судьбе дома музея я обратился в администрацию Костромской области Ответил лично губернатор Дом музея бесчено сохранить Все вывезенные экспонаты будут возвращены Читайте также Стояние на угре перекос в национальной политике и офшорные коррупционеры Эта история повод вспомнить о прекрасном художнике-самородке И полюбоваться его картинами, наивными и изящными Поищите их хотя бы в интернете Почитайте о нем Честников того достоин На картинах Честникова крестьянские многолюдные семьи Русский лад Гляжу на них, и думаю о том, как важно поддержать наших людей В семьях, уверен, могло бы быть по три ребенка Новые показатели смертности превышают рождаемость Особенно на заповедных русских землях В пятерке вымирающих Эйч, Ростовская, Воронежская, Тульская и Саратовская области Вот пришла демографическая новость По полмиллиона рублей смогут получить семьи при рождении третьего и всех последующих детей на Ямале Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение любого из членов семьи Конечно, приобрести или построить жилье можно только на Ямале Кроме того, на маткапитал можно погасить и ипотеку при условии, что жилье находится на территории округа 500 тысяч будут выплачиваться не только при рождении, но и усыновлении третьего ребенка и последующих Хорошая мера Достаточно ли? И почему только Ямал? А если та же Костромская область? Люди боятся рожать в нищету При всех красивых теориях о том, что мы первый мир, где рожают все меньше Очевидно, что людям нужны работа, достаток, жилье Чего нету множества людей, которые объясняют тяжелым жизненным положением отсутствия семей и детей Согласно данным Растата, более четверти детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума И еще одна причина безнадегии и неготовности пускать корни в свою землю – та самая оптимизация Оптимизация в самом этом слове слышится по свисткосы Больницы, школы, библиотеки, музеи Деревня Шаблова Внимательно слежу за твоей судьбой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!